Ну а мы сейчас поговорим с вами о Казахстане и о том, как новое у России поражение, такое стратегическое, и в лице Казахстана они не то, что не находят союзника, а совсем другое. Начинаем Казахстан, и тут очень интересная новость. Казахстан поставил нефть в обход России на Азербайджан. В чем ситуация? Дело в том, что Казахстан, понятно, один из крупнейших экспортеров углеводородов, но у Казахстана нет выхода к морю, ну кроме Каспийского. И поэтому отправлять свою нефть в Казахстан, ее очень долго отправлял через нефтяной терминал Новороссийска. И когда летом Казахстан сказал, что готов с твоей нефтью заменить российскую, вот тут и началось. Сразу Россия перекрыла трубопровод, тут же произошел взрыв на крупнейшем казахском месторождении. Ну в общем, друзья, вы все понимаете. Россия, мирная, пушистая Россия, как всегда себя показала в полной мере. Но, как мы видим, Казахстан не опустил руки и вот сейчас начал отправлять свою нефть напрямую в обход России через Азербайджан. Молодцы, что тут можно сказать. И вообще позиция Казахстана, они хотя и члены ОДКБ, но мы видим, как они стараются держаться от России подальше. Не хотят помогать ей обходить санкции. Как Такаев говорил, что не признают ДНР, ЛНР. Так Россия теряет очередного друга из союзника. 1 июля, понедельник, Тукаев как бы разговаривает с председателем Евросовета и предлагает помощь преодолению энергетического кризиса в Европе. Из-за введения санкций против России цены в мире на нефть и нефть продукты поднялись. И вот как бы Тукаев предлагает, а давайте мы сделаем замещение российской нефти и будем поставлять нашу нефть в Европу, которая и так поставляется. У нас нет такого количества нефти, как у России. Россия поставляет где-то ежедневно приблизительно 11 миллионов баррелей нефти в сутки. 11 миллионов. Казахстан же на экспорт отправляет менее полутора миллионов, которые и так идут в Европу, больше никуда. Как может Казахстан вдруг заменить Россию? То есть вы понимаете, что это просто был пиар, и мы так дипломатично поприветствовали, сказали, что да, конечно, мы были бы рады. Но в Казахстане такой нефти дополнительный нет. Поэтому вы должны понимать, что нефти у нас в таком объеме нет, существующая нефть и так поставляется в Европу. Поэтому такого рода действия это просто комбинации по тому, чтобы пустить пыль в глаза. Вот это происходит разговор 4 июля, а 5 июля вдруг следует заявление, что российский суд, находящийся в Новороссийском регионе, запрещает поставлять нефть сроком на один месяц, якобы из-за каких-то нарушений. Вы можете себе представить 4 июля разговора, а как это реакция? То есть каким образом разыгрывать комбинации, что Путин якобы наказывает Токаева? Но чтобы вы знали, суд дело. На самом деле ситуация с Казахстанским трубопроводным консорциумом сформировалась в ситуации 6 июня. Обратите внимание, по срокам не 5 июля, а 6 июня. И вот 6 июня российский госорган подписал КРТК, Казахстанскому трубопроводному консорциуму, устранить нарушение до 30 ноября 2022 года. Между прочим, нарушения такие, знаете, это просто документы, описание процедур. Если, допустим, трубы нет, разольется, какие действия делать, и там регламент. Они должны были прописать по определенным стандартам регламент действий собственного руководства КРТК. И все. То есть там нет, не разливалось, никакие там ущерба никому не нанесено. Это просто бумажка, которую нужно было описать точнее. И вот российский госорган дал предписание до 30 ноября внести необходимые изменения в эти нормативные документы. И все. И 6 июня был составлен административный протокол. Ни штрафов нет, ничего. 6 июня, я еще раз обращаю ваше внимание. И, между прочим, это все происходило до заявления и выступления на форуме Санкт-Петербурга 17 июня, когда вся фресса казахская международная разнесла, что вот такая герой в лицо плюнул Путину. Это поразительно наивно, поразительно. Но наша работа сейчас, конечно, безусловно, повлияет и влияет на то, чтобы и Запад, и наши граждане, украинцы, украинцы, я хочу сказать, в первую очередь, должны это осознать, что все это вранье и комбинации Путина. Это все должны понимать. Итак, 17 июня Такаев якобы плюнул лицо Такаева, рассматривая Путину. И вот, смотрите, 6 июня все это происходит, все эти административные протоколы, без штрафов, без ничего, все связано с этой трубой, по которой экспортировать казахское нефть. Теперь 1 июля поднимается скандал, что такая помогает Путину красть украинское зерно. И чтобы замазить эту ситуацию, Путин разыгрывает теперь очередной спектакль. И, соответственно, что происходит? Происходит следующее. Якобы 5 июля запрещает транспортировать нефть сроком на один месяц. 5 июля, обратите внимание, административный протокол составом 6 июня. Никаких убытков никому не нанесены. И 5 июля тут неожиданно якобы суд вносит решение на 30 дней, хотя российская сторона запрашивала якобы 90 дней запрет на отгрузку. И хочу обратить ваше внимание, сегодня министерство энергетики Казахстана сделало заявление, что нет продолжает грузиться, уважаемые друзья. Никакой приостановки экспорта нефти не было и нет, и не будет. И даже если это будет, это для видимости на короткое время, чтобы Казахстан не попал под санкции. Потому что если Казахстан попадет под санкции, вы же понимаете, сейчас нет, будет перекрыто, газ будет перекрыт, как Россия, металлы будут перекрыты, это будет мощнейший удар по планам Путина сделать из Казахстана заднюю дверь, чтобы через нее импортировать товары. Поэтому они срочно начинают имитировать некий комутлик. Российские СМИ это раскручивают, международные СМИ тоже в эту ловушку попадаются, Bloomberg, международное агентство тоже ловится. Печально, что известные аналитики, как вот, ну известные там, Пьянковские или еще кто-то там, российские известные аналитики, тоже ловятся на простую вещь. Проблема этих, к сожалению, в аналитике в том, что они не знают, что такое Казахстан, не владеют деталями и, соответственно, делают ошибочные выводы. В пользу случаем я хочу обратить внимание украинцам, не верьте, какая такой же диктатор, как и Путин. То есть вы видите, да, 6 июня все эти подписания были, никаких санкций не было, 5 июня они не разыгрывают комбинацию, потому что они попались на зерне. Ну и в реальности никуда, никаких никаких запрет на обгрузку не попало.